Привет, друзья! И сегодня я вам расскажу свое видение на укрепление, наращивание и коррекцию ногтей гелем. Что прежде чем поставить форму, любую для овала или для квадрата, вы должны подготовить ногтевую пластину. Во-первых, вы должны понимать, какой формы линия натуральной улыбки. И вы должны понимать, что есть две точки выхода. Натуральной линии улыбки. Вам нужно подпилить именно таким образом, чтобы опил формы под постановку нашей формы. Для этого пилка у меня проходит через вот эти две точки. Вот таким образом. Через одну и через другую. Здесь я, естественно, закругляю уже. То есть, получается, в принципе, я должна подпилить именно по, соответственно, линии улыбки натурального ноготочка. Если вы здесь оставляете угол, например, вот так, а линия улыбочки у нас идет вот так, а мы оставили, допустим, уголочки, и даже минимальные, то постановка формы не будет правильной и не будет, скажем так, вы не сможете поджать и сделать арку. Здесь у вас как раз должен проходить гель. Вот в этих вот... Здесь я оставил уголочки. Почему? Потому что, если вы оставите, ваша форма вот здесь, на этих этапах, она расширится. Вот так встанет форма. И вы ее не сможете поджать, да? Вы ее не сможете сделать для арки. Это первый момент. Второй момент. Вы должны понимать, что форма линии улыбки натурального ногтя у всех точков разная. Чтобы правильно сделать наращивание, вы должны обязательно форму свою покроить, то есть вырезать специально. Значит так, какие у нас бывают формы линии улыбки? Квадрат, то есть сама линия улыбочки у нас квадрат. Овал. И есть сложная форма. Назовем ее типа грызуны. Или когда ногтевая пластина слишком утоплена в ноготь. Боковые валики, они не дают нам подставить форму. Еще один раз смотрю. Грызун. Допустим, прям совсем все плохо. Вот так. И здесь вот так. Или даже, знаете, бывает такое, что вот здесь еще идет подушка. Значит, для того, чтобы подставить форму для квадратной формы линии улыбки, нам необходимо нашу форму вырезать в боковушке и даже могу сделать вот так, треугольничком немножко отрезать. И тогда вот эта часть как раз подойдет под вот эту, под линию улыбочки. Ну, очень важно, чтобы вот эти две точки совпадали вот с этими двумя точками. То есть форма должна точно войти под длину и под ноготочек. Если она будет меньше, то ваш гель, он будет как бы утекать по бокам. Итак, это для А. Значит, Б. Вы видите, да, здесь, какая линия улыбки. Соответственно, я ее буду вырезать вот таким образом. Но для того, чтобы форма встала у нас под арочку, да, чтобы сделать арку, вам необходимо вот здесь все равно прорезать. Да, вот, ну, хоть даже такие треугольнички получатся. То есть вот эта часть, вот эта часть встанет как раз под нашу форму. Вариант В. Я здесь буду прямо побольше и чуть пониже отрезать. То есть вот таким образом. Возможно, даже поглубже. Получится, что вот эта часть, вот эта, как раз подойдет у нас вот сюда. И где сначала я наращиваю, ну, прям не наращиваю, прямо накладываю гель, только чтобы этот гель был вровень с ногтевой пластиной. Просушиваю это. Потом подкрепляете кожу от геля. И уже вот под это мы подставляем нашу форму, обязательно вырезая. Здесь будет постановка формы вот такая примерно. Идем дальше. Сама постановка. Для того, чтобы под квадрат подставить форму, нам ее необходимо подставлять чуть выше уровня ногтя натурального. То есть, если у вас короткий квадрат, то тогда в принципе допускается параллельно. Если вы делаете чуть длиннее даже квадрат, то задирайте вашу форму. Значит так, я подставляю свою форму под ногтевую пластину. Вот так. Я обязательно свою форму сжимаю. И когда я ее сжимаю, у меня она вот так вот. Для квадрата у меня должна здесь остаться петелька. Вот такая. Для того, чтобы форма не расклеивалась, я использую простой степлер и скрепляю его на самом краешке. Для этого нужны маленькие скобочки. Я расширяю обязательно. И для того, чтобы вам подставить форму, вам нужно ее задрать. Вот здесь у вас должна получиться ровненькая такая трубочка получается. Я сначала делаю постановку формы на ноготочек и посмотрела, где у меня вот эти точки находятся, чтобы мне от этих точек начать вырезать. То есть я посмотрела, примерилась, допустим, мне нужно, чтобы у меня четко под ноготок зашла. Вот первая точка, я ее отжала вот так формой, чтобы мне подрезать, чтобы у меня четко под ноготок зашла. И, ну, допустим, и вторую точку там определила. Все, вот так определила, и теперь подрезаю в одну сторону вбок и в другую сторону вбок. Получается вот такая вот подрезанная форма. Я ее четко под ноготочек подставляю. Базовый слой наносится сначала на ногтевую пластину. Потом для меня идет подложка. Подложка у нас идет. И от этой точки я начинаю выкладывать свою подложку абсолютно ровно. Я ориентируюсь вот по этому по боковой пазухе, да, то есть откуда ноготок вырастает. Сделаю эту подложку. Теперь, как выполняется конструкция. Вы делите свой ноготок натурально напополам, например, вот так, и немножко смещаете к кутикуле. Это будет ваша точка апекса. Таким образом, да, выкладываем, чтобы вот это наш гель сходил на нет, вот в этой части, да, что вот здесь у вас хоть какая-то толщина, но будет. И вот от этой точки вы ведете ровно вот к этой точке. Еще один момент. Когда вы подпилите, у вас вот здесь, вот в этой части, будет толщина. Чтобы ее не было, я просто подпиливаю изнутри немножко аппарат. После того, как я снимаю оликислой уже с конструкцией моей, я все это делаю опиливаю твердосплавной фрезой. И никакой зашлифовки больше не делаю. То есть фреза у меня барабан. Когда я опиливаю эту часть, то барабан я держу вот таким образом. Когда соответственно опиливаю вот эту часть, то я держу барабан ровно. И делаю вот такие движения. Вот таким образом. Все, пока-пока. Счастливо вам. Увидимся.